Чтение больших длинных книг И мне очень хотелось в этом плане отличиться как можно раньше Посему первой моей книгой, такой серьезной и большой, я выбрал Анну Каренину И, конечно, это произвело на меня сильнейшее впечатление, мне было 10 лет Мне казалось, что я все понимаю Наверное, не все оттенки и акценты я расставлял правильно Мне, например, как человеку-мальчику приличному, воспитанному в советских моральных традициях Было очень жалко старика, как Каренина, чтобы попал в такую ситуацию Хотя говорят, что и Толстому его тоже было жалко Но то огромное пространство, которое открывалось в этой книге, запомнилось мне по сей день Невероятный язык, невероятное количество деталей И множество линий, Левин, его история, Китти, Стива Облонский Ну и, конечно, сама линия Обронского И вот эти вот потрясающие сцены, которые впоследствии я у Толстого видел Также устроены в «Войне и мире» У «Войне и мире» это сцена соблазнения Курагина Наташи Ростовой У Вани Каренины эта сцена на скачках, когда темп прозы увеличивается невероятно И это, конечно, увлекательнее любого детектива, любой фэнтези, любого остросюжетного текста Поэтому одной из первых своих книг, которая осталась у любимой книгой до конца Это, конечно, Анна Каренина Потом не раз перечитывалась в Литинституте И читала я Набокова замечательные совершенно лекции об Анне Карениной Которые только меня убеждали в том, что это один из самых совершенных романов XIX века И, наверное, самый совершенный роман у Толстого Вторая книга, которую я хотел бы рассказать, это «Острова в океане» Эрнста Хихимангуэя Почему-то из всех его романов мне этот пришелся по вкусу больше всего Да, конечно, есть и «Прощай оружие», и «По кому звонит колокол», и «Меть или не иметь» И рассказы, которые считаются в большей степени ключом к творчеству Хихимангуэя Для меня таким ключом стали «Острова в океане» Особенно запомнилась эта совершенная неожиданность первой, второй, третьей части Поскольку первая часть – это такое неспешное житие героя на острове И потрясающая сцена с сыновьями, когда они тащат рыбу в океане Сцена огромная, она написана совершенно невероятно напряженно И вот эта достаточно идиллическая жизнь А потом, во второй части, мы видим, что весь этот мир рухнул Воины, несчастная любовь И, конечно, поразительнейшая любовная сцена, которая есть во второй части Когда фактически нет ничего телесного, ничего плотского Все передано через диалог Но сцена невероятно страстная И, в общем, у Химангуэя есть огромное качество большой прозы Ему совершенно не обязательно все прописывать То, что есть настолько точно Что фантазия читателя не уйдет никуда, в какую другую сторону Ну и вот, мне кажется, самое главное очарование Химангуэя Это вот это положение слабый, сильный мужчина То есть мужчина сильный с точки зрения того, что он испытывает тяготы определенные Переносит их стоически, живет свыше Но при этом невероятно уязвимый в каких-то лирических моментах Очень сентиментальный в отношении к миру, к детям Это главный химангуэйский образ И он, конечно, и в «Фиесте» есть Запомнился и делает эту книгу до сих пор одной из любимых Проза Юрия Казакова для меня очень важна Не назову какую-то отдельную вещь Все-таки у него все рассказы, конечно, небольшие Но очень хорошо помню Я отдыхал до витажа писателей в Малеевке Было это больше 20 лет назад И взял в тамошней библиотеке книгу Юрия Казакова Избранные рассказы И, конечно, вот эта отточенность стиля И вообще удивление от того, что такой писатель мог существовать в советском времени И невероятная, с одной стороны, целомудренность Почти бубунинская целомудренность стиля И невероятное погружение вообще в человеческую психологию При этом много этого погружения в каких-то бытовых моментах Вот там двое рассказов, да, когда в советские времена Вот это всякая любовь, ночь, а пойти некуда, квартир нет, в гостинице Не пускай, оказывается совсем бытовуха Но из этого рождается очень большая лирическая история Конечно же, Тедди, момент отождествления медведя, предания ему человеческого пути Конечно, очень впечатляет и очень трогательный Вот как этот медвежонок, как он осваивался в лесу Ну, конечно, такие классические рассказы, как «Голубое и зеленое» Во сне он долго плакал Все это, опять-таки, создавало совершенно уникальный мир Мир цельный и в котором было очень комфортно существовать А главная задача художника – это создать уникальный индивидуальный мир Не просто заинтересовать чем-то, что уже было То есть, про Казакова абсолютно первично Да, он опирается на Бунина, опирается на Пустовского Это, несомненно, на его учителя Но при этом он достигает абсолютной уникальности всего своего текста Ну, куда ж без Довлатова Да, заповедник, несомненно, любимая книжка Здесь больше всего личного В том чтении, которое было у моего поколения по отношению к Довлатову Хотя, наверное, Довлатов был совсем другим, чем мы его видели Ему удалось создать на страницах фотографического героя Вероятно, таковым, каким он человеком не был Но я общался довольно много с теми, кто его знал И с Яковом Гордином, и с Валерием Поповым Он был человек сложный, часто мрачный Иногда почти невыносимый в общении Но тот легкий герой, неудачный, который создан Довлатовым Он в 90-е очень хорошо коррелировался на судьбу моего поколения Потому что вот эта вот отверженность и отторженность интеллигента Она с уходом советской власти никуда не делась Но если бы до Довлатова он отторгался обстоятельствами цензуры Невозможность попасть в эту идеологизированную жизнь То в 90-е он отторгался материальным обстоятельством Что интеллигенция стала нищей И вот этот момент вот этой неудачи человеческой, как доблести Что в данном случае удача в 90-е это человеческий провал Чтобы быть удачным, нужно было заниматься тем, чем ты заниматься не хочешь, не собираешься И вот это отчаяние спиртное, женщины и ощущение хрупкости мира Оно у Довлатова в заповеднике потрясающе совершенно описано И вот это вот, как бы сказать поточнее, необреченность этой жизни Да, вот даже там после любой пьянки будет похмелье и приятный собеседник И в общем, Довлатов невероятно светлый писатель Несмотря на то, что пишет он часто о вещах тяжеловатых Но ему удалось создавать абсолютно пастельную картину этой жизни неудачника Ну и плюс заповедник просто невероятно мастерски сделан И он действительно очень смешной Есть произведение натужного юмора Не буду называть авторов, которые считают себя сатириками Но это такой вот юмор или ниже пояса Или абсолютно как бы просчитанный Вот в этом месте публика будет смеяться У Довлатова юмор исключительно парадоксальный Построен на каких-то почти ненелепых проговорках Но юмор очень литературный Это юмор сочетания слов, а не какой-то ситуации Это очень трудно И это, конечно, заставляет перечитывать заповедник немыслимое количество раз Ну и говоря о таком сильном впечатлении чтения последних лет Назову роман Франзена «Безгрешность» Или по-английски «purity» Поскольку там все это достаточно прозрачно Имя героини «pip» «purity» Второе значение этого слова в английском языке Невинность, чистота И вот переводится название как «безгрешность» Но это огромный роман Вообще огромные романы, они вызывают большое восхищение Поскольку огромный роман очень трудно написать без длиннод Ну, Франзена это удалось Что в этом романе привлекает? Во-первых, невероятно правдивый, точный И идущий от человека образ Германской Демократической Республики Его крайне редко встречаешь в западной прозе И обычно англосаксонцы пишут о себе Зациклено на своем цивилизационном развитии А здесь потрясающий образ героя, который рос в ГДР Элиты без штампов, к которым мы привыкли в постсоветское время Очень честный человеческий образ героя Выходцы из номенклатурной семьи, который потом оказывается в западном Берлине Совершенно невероятный И вот, как всегда устроено у Франзена Совершенно разные истории, разные линии Которые вроде бы ни в чем не пересекаются Но потом есть потрясающий прием, что все мы живем в одном мире И даже если мы не знаем, что мы рядом То мы рядом Задача писателя посмотреть на это чуть сверху У Франзена это прекрасно совершенно получается И он достигает невероятного сочувствия героям Вот эта вот арочная конструкция Когда поначалу Пип Фактически не обращает внимания на молодого человека Который пытается за ней ухаживать Отпускается в свое невероятное приключение Поездку в Латинскую Америку Увлечение человеком, разочарование Его гибель Понимание, что она как бы встроилась совсем не в свою клюю Возвращение опять к этому человеку На которого он смотрится совершенно другими глазами И испытывает к нему совершенно страстные чувства Они после этого вместе И в общем хэппи-энд по большому счету Я не понимаю, почему сейчас к хэппи-эндам Есть какое-то отвращение Что если хороший конец То это какая-то сладенькая сказка Вот у Франзена абсолютно человеческий хороший конец Абсолютно логичный, выстроенный Убеждающий, что именно так бывает в жизни И именно так и будет При этом, конечно, сама по себе вещь полна Драматизма, трагизма Вселенского от несправедливости Этой жизни Но все-таки вот Прекрасная мысль, что иногда Вот следование чему-то простому Вот это та самая Сесеница в руках И это и есть счастье А журавель в небесах Это, как правило, страдание В общем, не знаю, знает ли Франзен эту пословицу, не уверен Но я думаю, что к этому роману применимо Ну и плюс это, конечно, захватывающее чтение И потрясающее родство С персонажами, которые ты ощущаешь, когда читаешь То есть они абсолютно тебе становятся близкими Людьми, за которых ты переживаешь Даже если они не сильно, скажем так, положительные И не совсем святые Ну вот, вот мои пять Пятерочка 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 Пятерочка